Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Согласно подсчетам, положительный ответ дали лишь 38% проголосовавших. Ряд голландских политиков уже заявили, что процесс присоединения Украины к Евросоюзу будет приостановлен. Это значит, что процесс ратификации не может продвигаться далее, как мы ожидали. Придется сбавить темпы. Мы будем вести переговоры с правительством, с европейскими партнерами и с Украиной, чтобы понять, как дальше будут разворачиваться события. Нидерланды остаются единственной из 28 стран Евросоюза, еще не ратифицировавшей договор об ассоциации Украины с ЕС. В Панаме будет создана независимая комиссия с участием национальных и международных экспертов, которые оценят текущую финансовую политику страны в свете опубликования юридической кампании Масак Фансека, так называемых панамских документов. Как заявил 6 апреля президент страны Хуан Карлос Варелло, комиссия обсудит меры, способные сделать более прозрачными финансовую и правовую сферы. Напомним, в материалах, основанных на утечке информации из Масак Фансека, говорится о причастности к коррупционным офшорным схемам лидеров многих стран и других известных персон. В числе прочих фигурируют близкие люди президентов России, Азербайджана, Казахстана, Украины. Панама подверглась критике со стороны Организации экономического сотрудничества и развития. Отныне граждане Туркменистана перед тем, как вступить в брак, должны сдать тест на ВИЧ. Закон об этом подписал президент Гурбангуды Берду Мухамедов. Как сообщает государственная СМИ, цель этих правил — создание условий для формирования здоровых семей и предотвращение рождения ВИЧ-инфицированных детей. Граждане с положительным статусом не получат разрешение на брак. В 2002 году Туркменистан заявлял лишь о двух случаях ВИЧ, настаивая, что оба пациента заразились за пределами страны. На сегодняшний день статистика не озвучивается. В Таньшинском районе Североказахстанской области резкое таяние снега привело к паводкам. В течение трех дней оказались затопленными 40 подворий. Жильцы затопленных домов вынуждены ночевать у родственников или друзей. Уровень воды превышает полтора метра. Проводятся работы по устранению последствий паводка. Ранее чрезвычайное положение было объявлено в селах Красная Поляна и Держановка. В них приостановили занятия в школах. По прогнозам, уровень воды может подняться вновь. В Греции известная футбольная команда сыграла сирийскими беженцами из местного лагеря. Матч завершился со счетом 4-2 в пользу гостей, которые, было видно, соскучились по настоящей игре. Подобные мероприятия, безусловно, способствуют налаживанию добрых отношений между местными жителями и беженцами. Ну а в большом футболе сенсацию сотворил немецкий Вольфсбург, обыгравший на своем поле в четвертьфинале Лиги чемпионов Реал Мадрид со счетом 2-0. Вольфсбург – новичок в плей-офф престижного турнира. В другом четвертьфинале французский ПСЖ сыграл на своем поле в ничью с английским Манчестер Сити 2-2. В других четвертьфинальных поединках Барселона на своем поле обыграла мадридский Атлетико со счетом 2-1, а Бавария в Мюнхене – Лиссабонскую Бенфику 1-0. Ответные матчи пройдут 12 и 13 апреля. Эти и другие новости читайте на сайте рус.азаттек.кег, а также смотрите наши видео на Ютубе и Фейсбуке. Наш адрес в социальных сетях – каргазазаттекуналгасы и азаттекмедиа. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова